Добрый день, дорогие друзья! Короткий ролик на ВДНХ 5 сентября. У павильона Украины мы увидели вот такую сцену, что люди проходят через какую-то камеру, которая заполняется каким-то газом или паром. А есть альтернативные выходы. Смотрите, альтернативные есть. Но они туда не идут. Вот эти же альтернативные ходят. А я не пойму, а что там происходит? Я не знаю, а что там происходит. Температура меняется. Никто не за стороной не будет, смотрите. Нет там, нет там. А еще температура замерет. Где это бывает? Все это бывает. Да, так еще дымом там как-нибудь обрабатывают. Там дымом будет. Обойдите там дымом. Я не знаю почему. Слушайте. Но это нечто. А потом вот там все будут загонять. Там же камера. Сюда наносить. Они смеются. Об этом видео сюда можно говорить. Сейчас все отбывается. А там настоящий вновь. Это ионы серебра. Какая премия? Нормально. Браво, браво. Она химтрейлами ионами серебра или чем-то тоже обрабатывает. Представляете, сколько бабок они зарабатывают на этом ерунде. Там просто пара водяного ион. Ион и серебра. А ионы золото. Пошли там. Просто это все делаем. Это печально. Это печально. Это просто вообще. Расстояние между людьми определяют. Сейчас показывают, что если у тебя больше метра, то значит цепикает это все. Мы тоже на против поставили фонтана. Фонтана, чтобы вот это вот сюда. Когда-то это было одно, теперь они делают другое. Они подменяют кодировку. Да. А вот если у тебя колонны, то тут 500 лет. Ну, 300 лет? Да. Да. Ответ. Откуда? В принципе, даже баксы, наверное, надо будет скоро колоть. То есть так все приходит пройти этим паром каким-то непонятным газом. Да, да. Непонятным паром доказывают. Даже тестируют. 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 Да, да. Они идут. Все, они готовы к этому. Правда, правда. Тестируют. Еще молодые, детей свои. Да, детей. И она дура снимает. И сынули ей домашние. Да. Из газовой камеры. Да. А им прикольно. Они не понимают, да. Они им прикольные, то. Интересные. Что-то. Посмотрите, башню как в Кремле. Смотрите, какую красоту делали, а? Ну, это уже закрыто, но все равно вот ощутить, да? Размах архитектуры. Посмотрите, какие дворцы делали. Все сталинское. Какие дворцы для рабочих делали. Чтобы они наслаждались, чтобы у них это в глазах стояла эта красота. Чтобы они эту красоту потом высоздавали у себя. Книгу там читали про военное время. Там написано, что какой-то тракторист такой-то подарил, значит, танк каким-то войскам. А потом смотри, что такое-то. Были эти самые колхозники, которые... Сталин строил, да, для людей? Сталин строил всю эту красоту. Все это величие. Как бы говорил трудящимся людям. Смотрите. Это вам. И вы этого достойны. Несите эту красоту дальше в жизнь. Разливайте. Попрощайте. Вот скульптуры. Давайте посмотрим. Смобилия, да? Да. Это каменный цветок. Каменный цветок. Почему он не освещен? Вот интересно. Должны быть такие скульптуры освещены. Правильно? Почему они затемнимые? Вот эта красота, вот это все в синий стоит. Смотрите. Эти только скоты поснимали. Это там дальше тропы. Скоты нет, они пока не тропы. Вообще не знаю, чего будет. Это каменный цветок. Да, да, да. Да, да, да. Не видно ничего. Вырабатывается рефлекс, приучение людей к камерам, которых что-то распыляется, неизвестно что. Люди совершенно спокойно туда своих детей отсылают, да еще смеются и снимают это на камеру. Приучение вот новой реальность, квадратные кроны деревьев. То есть оцифровка, кубическая крона. Место живых деревьев, место живой кроны красивейшие. Квадраты, кубы, цифра, цифра. Оцифровка. Просыпайтесь, граждане Советского Союза. Просыпайтесь. Посмотрите, что творится. Просыпайтесь. Никто нас, кроме нас самих, не спасет от этих сатанистов. Простите, ведь все ! Квадраты и красавиалов, Ни, ну, я, ну, кем-то… Продолжение следует...